Дунай голубой, ты течешь сквозь века, Плывет над тобой выше необлака, А ночью встает над тобой у луна, И песню поет голубая волна. Многие годы считалось, что Дунайские волны — это старинный русский вальск. Именно так именовался он в нотных изданиях, выпускаемых в нашей стране. Но автор этого замечательного музыкального произведения — румынский композитор и военный дирижер Ион Иванович в городе Галец на Дунае в 1880 году и был написан этот великолепный вальс. Бессмертному произведению в прошлом году исполнилось 135 лет. Итак, композитор Ион Иванович, вальс «Дунайские волны». Ион Иванович, вальс «Дунайские волны» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Ты уловом утилишься, он друг Затемляю, как бывалый рыбак Если будешь репрессору, как друг Вячеслав Литвинов, Владимир Коварский и Сергей Кузьмин Днем и ночью в разных точках земного шара находятся корабли нашего государства Поддерживая статус России как великой морской державы О чем думает моряк, находясь на вахте? Наверное, о службе, родном доме, любимой девушке Именно морякам посвятили свою песню Композитор Василий Соловьев-Сятой и поэт Соломон Пакельсон «Матросские ночи» Сегодня прозвучат в исполнении Татьяны Костиной Ой, за волнами, мури полными Моряка родимый дом Над крылечками, дым колечками и черепа под окном Ну, а главное это словно то, что все милей собой Шлютлыбкие и полный жидкие ветер ластится штормовой В синие очи далеких подруг Вы, вы, ночи, мантросские ночи Только море до неба вокруг Волны певятся, ночь не кревется Ветер гонит облука Ночь беззвездная, море грозное И тоска берется моряка Ну, а главное, если словно я Подарила бы письмо Даже баба, что в плитах Заходила бы и вновь Синие очи далеких подруг Ой, вы, ночи, матросские ночи Только море до неба вокруг Ты невежий нос, молодой матрос Все друзья сказали так Брось ты нервничать, намонервничать Не забудь, браток, ты моя Ну, а главное, то, что слабое Все равно матроска ждет Если нравится, вот красавица Никуда от нас и не уйдет Синие очи далеких подруг Ой, вы, ночи, матросские ночи Только море до неба вокруг Ой, вы, ночи, матросские ночи Только море до неба вокруг Человек-амфибия Научно-фантастический роман О человеке, способном жить под водой Написанный Александром Беляевым Был впервые публикован в 1928 году В журнале «Вокруг света» Его можно назвать классикой советской фантастики На студии «Ленфильм» в 1961 году Был поставлен художественный фильм По этому роману Фильм покорил зрителей не только Необыкновенными съемками под водой В натуральных условиях Прекрасной игрой актеров Но и музыкой Андрея Петрова Которая звучала в этой киноленте Был в этот момент Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня на нашем празднике хорошее настроение создает Новосибирский городской духовой оркестр под управлением заслуженного работника культуры Российской Федерации Игоря Зугрова Музыка, исполняемая таким коллективом, способна объединять каждого человека своей особой парадной торжественностью В исполнении нашего коллектива великолепно звучат и лирические вальсы, и песни, и даже джаз И, конечно же, в нашем оркестре есть свои солисты И сейчас я приглашаю к микрофону заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Гершиновича Композитор Питер Лайн инструментальная пьеса для трубы с оркестром «Разговор с уртиной» Композитор Питер Лайн инструментальная пьеса для трубы с оркестром «Разговор с уртиной» Композитор Питер Лайн инструментальная пьеса для трубы с оркестром «Разговор с уртиной» Композитор Питер Лайн инструментальная пьеса для трубы с оркестром «Разговор с уртиной» Композитор Питер Лайн инструментальная пьеса для трубы с оркестром «Разговор с уртиной» Композитор Питер Лайн инструментальная пьеса для трубы с оркестром «Разговор с уртиной» Композитор Питер Лайн инструментальная пьеса для трубы с оркестром «Разговор с уртиной» КОНЕЦ 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 Уважаемые друзья, сейчас я вас приглашаю заглянуть в портовый городок, одной из маленьких южных стран. КОНЕЦ Ну и конечно же мы должны сегодня просто услышать замечательную песню композитора Николая Минка на стихе Анатолия Дактеля «Поработка». КОНЕЦ 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 Ах, что такое движется там на реке? Белым дымом играет и блещет металлом до солнца. Ах, что такое слышится там на реке? Эти звуки знакомой и стомой навстречу летят. Ах, не солгали, причастнее мне, Да мне глаза не солгали. Леменем белым скользя по волне, Плавно навстречу летит пароход. Вот личико прелестное, словно цветок, Расцветает между ними большими глазами в леснях. И личико прекрасное, словно цветок, Расцветает между вами большими глазами в леснях. Ах, не солгали, причастнее мне, Да мне глаза не солгали. То, что когда-то я видел во сне, В гостях навстречу летит пароход. Вот сходь непереброшенный, хлынул поток, Пассажиры, матросы, вопросы, ответы, улыбки. Вот личико прекрасное, словно цветок, Расцветает между ними большими глазами в леснях. Ах, не солгали, причастнее мне, Да мне глаза не солгали. Сердце старило, лезь я в огне, Словно по сердцу идет пароход. Ах, не солгали, причастнее мне, Да мне глаза не солгали. Лезь я в белом скале на полонне, Плавно навстречу идет пароход. Плавно навстречу идет пароход.